Однажды утром Роб Брин, главный рейнджер отеля Ридс Карлот в Аризоне, во время проверки вольера с африканской черепахой Вамбой, нашел маленького кролика. Но на самом деле кролика первой нашла Вамба. Вечером накануне было особенно холодно, и заблудившийся кролик спрятался в ночном убежище Вамбы. Оно оснащено тепловой лампой. Но вместо того, чтобы выгнать маленького непрошенного гостя из своего уютного домика, большая черепаха оказалась на удивление гостеприимна. Рейнджер спас кролика, удалив удавку из растений. Но если бы не отзывчивость черепахи, неизвестно, смог бы кролик выжить. Пока не окрепнет, кролик проживет под наблюдением рейнджера несколько недель, а потом его отпустят в дикую природу. Но если он передумает, то сможет остаться со своим новым другом черепахой. О братьях наших меньших в рубрике «Уши, лапы, хвост». Спонсор рубрики «Уши, лапы, хвост» – ветеринарный центр «Фрея». Если говорить о дрессуре и какая порода больше подается дрессировке, это надо смотреть, конечно, отдельно. К выбору собак следует подходить ответственно. Если вы хотите… Каждая порода, она для чего-то выведена. То есть, если смотреть по породистой особенности, тогда надо уже конкретно для чего вы ее берете. Собаки делятся на разные категории. Если говорить конкретно о дрессуре, которая поддается этому, да, то это идет от психологии, готовы ли они воспринимать от хозяина те команды, которые он дает. Но нет тупых животных. Есть люди, которые, возможно, берут эту собаку, но щенки не готовы. Если человек готов уделить определенное количество времени на это животное, тем более собака – это не кошка, она постоянно требует внимания. Да, конечно, собака впитывает, собака воспринимает, естественно, можно научить. Но это все зависит от хозяина. Как он к этому подойдет? Есть очень много животных, допустим, если говорить о дрессуре, самое последнее место, мне кажется, занимается афганская борзая. Но это не значит, что она самая тупая животная, она просто самая старая в разведении. И она раньше была генетикой заложена, это независимость и самостоятельность этой породы. Поэтому, если хотят завести какую-то экзотическую животное, надо просто посмотреть, для чего она была выведена. Если для красоты и всего остального, да, конечно, можно выбрать. Если говорить о дрессуре, то один из первых – это пудели, немецкие овчарки, золотистые ретриверы. То есть эти породы, они более восприимчивы и более поддаются дрессировке. Но опять же скажу, что это все зависит от хозяина. Поэтому какое бы животное ни взял, ему надо уделять внимание. Если это будет делаться, значит, любое животное будет не тупым, а будет преданным, и это будет член семьи.